В этом видео мы рассмотрим три графических приложения, входящие в состав FaceTaray System Toolbox. И более подробно остановимся на одном из них, на анализаторе сенсорных решеток. Найти эти приложения можно во вкладке Apps в разделе обработки сигналов и связи. Они предназначены для анализа антенных и микрофонных решеток, радиолокационных сигналов и расчета ключевых параметров радаров с помощью уравнений радиолокации. Все три приложения позволяют сгенерировать MATLAB код, что упрощает освоение команды с FaceTaray System Toolbox. С помощью графического интерфейса анализатора радиолокационных сигналов пользователь может выбрать среди различных видов сигналов, а также число, длительность и частоту повторения импульсов. Кроме того, сюда встроены инструменты для анализа сигналов во временной и спектральной областях, построения спектрограмм и функций неопределенности. А также для оценки параметров системы, таких как разрешающая способность по дальности и по частоте. Приложение для расчета радиолокационных уравнений позволяет определить соотношение между такими параметрами, как дальность действия системы, максимальная мощность передатчика и отношение сигнал-шум в принятом сигнале. Поддерживается расчет двухпозиционных RLS и отношение сигнал-шум для различных типов целей и вероятностных характеристик обнаружения. Анализатор сенсорных решеток – это инструмент для проектирования наиболее распространенных видов фазированных антенных решеток, которые включают двухмерные и трехмерные массивы микрофонов и антенн. В качестве примера разберем прямоугольную решетку. В меню Array Type выберем Rectangle Array. Мы можем выбрать среди нескольких типов элементов решетки антенн с зотропной и косинусной диаграммой направленности и микрофоном. В радиолокационных системах могут применяться антенны с различными излучающими свойствами, поэтому выберем антенну с косинусной характеристикой. Установим вторую степень для функции косинуса по асимуту и углу места, чтобы получить более острый основной лепесток диаграммы направленности. И изменим размер решетки на 8х8. Используя настройки по умолчанию для частоты 300 МГц и скорости распространения волн 300 млн метров в секунду, мы получим длину волны равную 1 метр. Таким образом, расстояние между элементами составляет половину длины волны. После применения введенных настроек на правой панели появится прямоугольная решетка размером 8х8 элементов. В нижней панели выводится усиление решетки и ее размеры. Данное приложение позволяет построить графики с другими характеристиками разработанной решетки. Можно отобразить нормали элементов. Они не очень хорошо различимы на этом виде, поэтому мы можем сменить угол зрения. Теперь вектора нормали хорошо различимы. Также можно посмотреть двумерную диаграмму направленности решетки. Так она выглядит в асимутальной плоскости. Уровень боковых лепестков составляет примерно минус 12 дБ. Если этого недостаточно, можно выбрать опцию затенения решетки в горизонтальном направлении, например, с помощью оконной функции Хемминга. Теперь уровень боковых лепестков снизился до менее чем минус 40 дБ. Инструменты также позволяют выбрать решетку с треугольной сеткой и задать направление излучения. На полярных координатах хорошо различимо, что основной лепесток диаграммы направленности смещен на 30 градусов. Наконец, можно построить трехмерное изображение диаграммы направленности, рассмотреть ее под различными углами, и установив флаг Show Geometry, можно одновременно наблюдать геометрию диаграммы направленности решетки. В состав инструмента входят кольцевые, круглые, сферические и другие виды решеток. Для создания более сложных решеток произвольной формы можно воспользоваться функциями из FaceTraySystem Toolbox. Для сравнения с прошлым примером создадим круглую решетку с такими же элементами и радиусом 3 метра. Трехмерный вид диаграммы направленности дает понять, что эта решетка имеет лучшие характеристики. Диаграмму направленности можно рассмотреть в UV пространстве. Снова изменим направление, излучение на 30 градусов по азимуту углу места, основной лепесток сместился соответственно. И в завершении изменим частоту на 600 МГц, так что расстояние между элементами будет равно длине волны. Теперь диаграмма направленности имеет 4 симметричных максимума. Можно сгенерировать отчет или код MATLAB для разработанной решетки. Отчет содержит информацию о типе решетки, ее элементов и других характеристиках. Из меню File можно сгенерировать код MATLAB, который будет в точности воспроизводить все настройки, сделанные в графическом интерфейсе. Этот код можно использовать как отправную точку для создания своих, более сложных антенных решеток. В документации к FaceTray System Toolbox есть пример под названием FaceTray Gallery, в котором рассмотрен большой набор решеток, созданных с помощью командного интерфейса. Субтитры создавал DimaTorzok